Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я красивая девушка, но мне 30 лет, я часто начинаю переживать, что уже старая, но нет семьи. Но в то же время я не хочу в данный момент семью детей, хочу... Тут цифра пропущена. Возможно, хочу габа пошить для себя. Может быть и не пропущено, может быть так выразили. Вот, пошить для себя, из-за этого я считаю себя некрасивой и неполноценной, помогите, пожалуйста. Ну, в первую очередь хочется сказать, что есть ощущение, что свой вопрос вы писали в торопях. Потому что если бы вы писали свой вопрос мне в торопях, вы бы увидели, что здесь есть противоречия. Вы называете себя красивой девушкой и тут же говорите, что вы некрасивая из-за того, что вы хотите пошить для себя. Следующий момент. Вы, значит, из-за того, что хотите пожить для себя, делаете вывод, что вы неполноценная, да, некрасивая. Мне бы хотелось прояснить, как это связано. То есть, как ваша красота, например, вами связывается с тем, что вы хотите пожить для себя. Вот если бы вы жили не для себя, то вы были бы красивы. Если вы живете для себя, то вы некрасивы. Мне бы хотелось логику здесь услышать, понять, вот в чем она эта логика в данном случае. Вот, дальше. Да, у вас, ну, вам 30 лет, соответственно, это определенный кризисный возраст, 30 лет. В котором человек, особенно девочка, вот, да, действительно думает о том, что пора уже выходить за ночь, да, там, то-по-по-по. А, вот, надо сказать, что в разные исторические периоды для этого был разный возраст, вот, когда-то этот возраст был, стыдно сказать, меньше 20, причем довольно сильно, вот. Когда-то этот возраст был как раз-таки в районе 20, сейчас этот возраст будет в районе 30. Ну, полагаю, что когда-то, вероятно, мы доживем до того момента, когда этот возраст будет уже не 30, а 40 лет. Я это к чему? Я это к тому, что здесь история про некий такой вот, про некий социальный стереотип, который вы автоматически для себя проигрываете. То есть, прокручиваете. Ну, вот, что если мне 30, то все, я уже старая и, значит, семи мне, значит, со мной что-то не так. Вот. А, в принципе, в принципе, несмотря на всю деструктивность подобной позиции, логика в этом есть. Потому что, ну, действительно, если человеку 30 лет, а у него нет какого-то вектора, да, своего, то, естественно, он будет переживать из-за того, что вот у него нет семьи. Вы говорите, что вы хотите пожить для себя. Вот ключевой момент здесь заключается в том, а как именно вы хотите пожить для себя. То есть, как именно это проявляет, это проявляется, это первое. И второе, это, пожалуй, то, что, ну, хорошо, вот сейчас вы хотите пожить для себя. А раньше-то вам что начало? Раньше, ну, по крайней мере, мне так показалось, что раньше вам что-то начало для себя жить. Что случилось потом? Эти препятствия, они, если они ушли, или что? Что изменилось на данный момент? Не очень, не очень, не очень, не очень понятно. Это. Дальше, вы, ну, вот, называете себя неполноценный. Это, конечно, комплекс, вот, который, скорее всего, у вас идет из детства, но, в общем-то, в детстве копаться ради этого не обязательно. Достаточно просто вот увидеть, что происходит, что происходит здесь сейчас. Вот, то есть, что такое? Полноценность, по вашему мнению, да? Как она характеризует вас? То есть, например, Вы говорите, значит, что Если У меня Будет Семья Вот, если у меня будет ребенок, да? Ну, дети То я буду полноценный. Но, понимаете, какая штука? Да, ведь, аааа, дело в том, что семья, то есть, имеется ввиду супруг, ааа, и ребенок, либо дети, это же не вы. это же другие люди. Даже несмотря на то, что ребёнок от вас, всё равно это другой человек, не вы. Соответственно, вариант вашей полноценности и неполноценности, он всё равно останется после рождения ребёнка и после создания семьи. Потому что после создания семьи нужно будет делать так, чтобы семья была идеальной, и всё время поддерживать её в таком состоянии после рождения ребёнка нужно, чтобы этот ребёнок был идеальным поддерживать его в таком состоянии, либо детей. А это история про то, что вашей полноценности всё равно будет что-то угрожать, потому что источник этой неполноценности и источник полноценности находится во внешнем мире, не в вас самой. Поэтому внутри вас самой, внутри вас самой как раз таки происходит... Ну, несколько следующий. Что внутри вас самой происходит обесценивание... Обесценивание у себя происходит внутри вас самой... И вот это то, что вы себя обесцениваете внутри как бы... ну, вот внутри самой себя, да, вот это, пожалуй, является куда более таким, знаете, интересным моментом, да, то есть как именно, за счёт чего вы себя обесцениваете, вот, то есть откуда у вас идея, да, ну, в принципе, откуда у вас идея, откуда у вас такая идея, что вы можете быть, вот, неполноценны. Вот, и это вот история про, значит, замену, история про замену ваших чувств чьими-то другими. Вот, то есть, ну, например, это могут быть ваши родные, это могут быть, вот, ваши близкие, это могут быть, вот, как, ну, кто-то, короче говоря, вот, и, соответственно, да, это вот, это на самом деле может быть, ну, ну, серьёзные проблемы, поэтому в этом, в этом, мне кажется, что с этим вам нужно, ну, работать с этим вам нужно взаимодействовать. Мне вот это нужно прорабатывать, а те чувства, которые вот у вас как-то есть, да, вот, ну, по этому поводу, да, по этому вопросу, вот, их нужно замечать и выражать, выражать, вот. А сейчас, на данный момент, ну, совершенно очевидно, что ничего такого вы не делаете, ну, по отношению к себе, конечно, конечно же. Вот. Эээ, проблема ли это? Да, это, эээ, довольно серьёзная, эээ, довольно серьёзная проблема. Ээээ, соответственно, эээ, помощь, эээ, вам, ээээ, психологически, может, может быть, оказана через работу, во-первых, с вашей мотивацией, то есть, вот, с вашей векторностью, на что, на что направлена ваша, ну, ваша активность и работа с комплексами, вот. Вот, а через что, эээ, ну, вот вопрос такой, может, можно задать, да, через что, то есть, каким образом, посредством чего, вот, ну, это, ээээ, разно, может быть, разные подходы могут быть, ээээ, вот, в частности, ээээ, в частности, ээээ, подход, ээээ, так скажем, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Если будут такие предпочтения, если будут такие желания у вас, то подход может быть другим. То есть нужно подобрать еще этот подход. Сейчас вы, на мой взгляд, сами, вероятнее всего, еще не очень хорошо понимаете, чего вам, собственно говоря, ну потому что вы противоречите себя в этом, ну вот в том контексте, в котором мы говорим. Вот. Соответственно, вот как-то так, я думаю, можно было бы вам ответить. Вот. Какой-то такой можно было бы дать вам ответ сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!